Доброе утро! Сегодня 31 декабря 2020 года, сейчас мы пойдем завтракать, а потом с Адрианой нам надо сходить в продуктовый магазин, купить продукты, потому что вечером уже ничего не будет на полках магазина. И потом пойдем на море, но я смотрю, что сейчас облачно, надеюсь, что облака пройдут. И что ж, надо идти завтракать, собираться, складывать кровать в Меркадонну и снимать блог. У меня было на подушке, а другое, типа, наушник. И я, типа, слышу, ну, уже засыпано, что кто-то идет. Ну, такая, поворачивай, никого нету, а потом она начинает. Выходим на улицу, берем, открываем сумку, берем маску и одеваем. Мы часто ходим, докупаем какие-то продукты, если у нас закончились, либо не купили в маленький супермаркет, который находится около отеля. И там все время стоит человек, который зазывает в ресторан, и он все время такой прикалывается над нами, типа, о, бананы купили, потом, о, апельсины, завтра купите эти яблоки. Прикольный, позитивный дядя. Ну, вот и солнце скоро будет. Первая покупочка. Клада ехать. Ты не хочешь взять езжей? Я не хочу. Это, типа, парковочная места, чтобы соблюдали все дистанции. Ну, как-то всем сорок, да. Да, ну, мне вот это очень нравилось. Донесли мы вот такие вот пакеты. Конечно, не совсем тяжелые, но все же по горам ходить с ними не очень. Адриана зашла за хлебом, потому что здесь свежий хлеб чаще всего продается. Вот мы уже покупались, позагорали, пришли с моря, и сейчас мы направимся в Бургер Кинг. Это будет наш лохари-ужин. Но прежде чем мы туда пойдем, надо накраситься. И я пойду, наверное, в майке и шортах, чтобы не испачкать платье. 1 января мы решили подарить именно сегодня друг другу подарки. И у нас уже как традиция дарить Пандору. Сейчас мы покажем вам, что мы подарили друг другу. Фокусы есть? Да. Вот такая вот красота у нас. Солнышка пока что нет. Я солнышку. Зато виден другой остров в соседней Арины. Вообще у нас традиция сюда приходить и загадывать желание кидать монетку. Я думаю, что здесь можно, в принципе, сидеть бесконечно. И мы еще не кинули монетку. Мы еще не кинули монетку, но мы кинем. Вы сейчас наблюдайте, как мы открываем пирог. Есть такая традиция в Испании. В начале января на Рождество есть праздник Три Короля. Не помню всю историю этого праздника, но просто главную суть, что в пироге есть как бы две штучки, которые можно вытащить. Это король и боб. Боб означает, что вас ждет финансовое благополучие. Не могу выговорить. Финансовое благополучие. Финансовое благополучие. А король это значит, что вы встретите свою любовь? Или что-то еще было? Я не помню. Как вы заметили, здесь вообще такое чувство, что и нету никакого карантина. Потому что здесь приезжают все равно люди, и им все равно. Они находят путь, как сюда приехать, чтобы отдохнуть морально, получить витамин D и расслабиться. Здесь все моют руки, носят маски, но здесь все равно все к друг другу спокойно относятся. Поэтому здесь такая довольно-таки расслабленная обстановка. Успешно потренировались сегодня. Я больше сделала силовых упражнений. Андриана сегодня побегала, прибежала вся красная. Но я этого, к сожалению, не засняла. Сейчас мы сидим, наслуждаемся закатом. Наконец-то вылезло солнышко. Вот. Было немножко облачно, и поэтому мы решили, чтобы не терять время, надо позаниматься спортом. И около камней, кстати, вот эти камни, которые на пляже, они нагреваются в течение дня. Ну, если солнце светит, то падает. Они потом вечером становятся очень горячими, и здесь очень хорошо сидеть. Ну, и ветра нет. Еще хотела вам сказать, почему мы не снимали на Новый год. Ну, мне просто не хотелось. Мне просто хотелось отдохнуть без камеры, потому что за весь 2020 год я очень много... Я очень много проводила время с камерой, фотографировала. И я даже с собой не взяла свою главную камеру большую. Поэтому я как бы стараюсь снимать влог, я хочу снимать. И, в принципе, мы приехали сюда где-то 20 декабря, да. И только сейчас я уже начинаю более-менее наполняться энергией, и... Буду какой-то отдохнувшей становлюсь. Вообще, ребят, я бы хотела вам в Новом году пожелать никогда не опускать руки, потому что это самое важное. И некоторые события, которые происходят у вас в жизни, да, не для того, чтобы вас сломать, а чтобы сделать вас сильнее. И, возможно, есть такие ситуации, в которых, допустим, вы идёте куда-то, но вам, допустим, лучше пойти другим путём. И вас Вселенная всячески от этого оберегает, но люди иногда не понимают этого. И поэтому, когда, допустим, у меня случаются какие-то резкие перемены в жизни, а не всегда, допустим, в мою пользу, то я всегда отношусь к этому с позитивом, потому что я знаю, что за этим стоит что-то, что мне поможет и что сделает мою жизнь лучше и ярче. И поэтому никогда не стоит расстраиваться из-за каких-то любых ситуаций. Поэтому всё будет хорошо, главное — внутри держать позитив и верить в то, что у вас всё получится. И я верю, что у вас действительно всё получится, потому что дарю вам солнышко и передаю. Если вы смотрите это видео, значит, это всё не просто так, и у вас действительно скоро произойдёт что-то хорошее. Бля, какая красота! Блин, а в это тёплая, помнишь? Как бы мы на рассвете пошли. Эта фоска вся вот такая же тёплая. Я думаю, что она уже дашь. Идём в торговый центр. Облачно было такие, ну, надо одеть, как бы, наверное, штаны и кофту. Сейчас идём, просто жара. Невыносимая. Просто поговорила три минуты, а мы вообще снимаем, да? Адриана не нажала. Потому что я думала, что ты нажала. Не надо думать, надо делать. Я говорила то, что Адриана хочет здесь на механике покататься. Приколите, едешь, едешь, и там... А вот сегодня переход на горе, я прям на рычаг, знаешь? Просто одна тётя из Латвии тоже на механике один год каталась здесь. У неё потом рука болела от того, что она этот рычаг трогала всё время. Сегодня прилетает главная героиня нашего влога бабушка Мака. По-любому будет сегодня весело. Макик, мик, мик, мик. Ребят, какая-то жопа, блин. Тут магазин открытый, но мерить одежду нельзя. Я типа так не буду покупать. Я тоже. Что ж, Страдивариус. Я надеюсь, он нас не разочарует. Красивое платье, да? Очень. Я бы его купила. Но я метр семьдесят восемь. И у меня просто оно, как бы, маечка длинная. А почему они делают только на маленьких? Мы пришли в Зару. И вот набрали несколько вещей. Красивое платье. Не знаю, как они на мне будут смотреться, но... Померяем. Эту джинсовку я уже в Латвии подметила. Просто сейчас хочу ее померить, потому что есть время. Вот так вот. А сейчас, наверное, я буду покупать вот это платье, которое потом можно будет, наверное, увидеть в моем инстаграме. И джинсовку с такими штучками. Строилась. Не надо снимать меня, пожалуйста. Это для влога. Приехала наша любимая бабушка. Как я... Как мы с ней билеты покупали. Заходи сюда. Дальше заходи. О, боже! Я не хочу вам вашу взрослую жизнь. Я говорю, Адриана, иди дальше. Что у тебя написано? Я не знаю. Я поеду к Милане. Я говорю, какой Милане? Ну, к Милане поеду. Она мне все переведет. Главное, трубку мы не бросаем. Я говорю, алло, ты где? Я у Миланы. Я забыла заснять, как мы шли с магазина, с торгового центра, потому что мы немножко подустали и разговаривали всю дорогу. Поэтому я забыла достать камеру и это все показать. Дело в том, что нам надо было прийти, ну, и встретить нашу бабушку, и поэтому так получилось. А так, на самом деле, в торговых центрах уже есть скидки, но обычно у них здесь скидки после 6 января, потому что начинается праздник Три Короля, 6-7 января. Тогда, в общем, большие скидки. А так, на самом деле, очень глупо. В некоторых магазинах нельзя переодеваться. Не знаю, как это спасет от коронавируса, но, тем не менее, есть люди, которые приходят, покупают вещи и уходят. То есть, ну, мы, допустим, с Андреаной не можем купить вещи, если мы не померим и не поймем, как это выглядит на нас. Ну что, ребят, убежали? Ребята, представляете, мы добежали до скалы. Сколько километров? Один километр? Двое километра. Сколько? Двое километра. Я человек, который, я не знаю, когда я бегала, два километра я думала, максимум пять минут пробегу. Мы вот тождь, бежали, промокли. Это прям так было романтично. А знаешь, этот путь до скалы, знаешь, что он олицетворяет? Он почти как, знаешь, типа путь к успеху. Чем ближе ты к высоте, тем тяжелее тебе подниматься, но тем ближе к цели. Да-да-да, пойдем дальше. Сейчас, я хочу пройтись чуть-чуть. Это офигенно, ребята. Это Канарские острова, это как санаторий для души и тела. Прическа называется целый... Это... Вильной на Юрвал. Сегодня целый день было солнце, и мы были целый день на пляже, загорали. И были очень большие волны. Впрочем, сейчас вы увидите кадр, чем мы сегодня занимались. Ой, камушки так набиваются. Потом еще до шести... Даже не до шести, когда солнце еще не село, можно стоять греться. Только с масками. А мы сейчас чуть-чуть нарушаем запад. Чуть-чуть совсем. КОНЕЦ КОНЕЦ